Всем большой привет. Мы в Доркмунде, в аэропорту. Сейчас вам покажу. Такая вот поддержка сразу. Очень приятно видеть это. Мы приехали с Настей заранее, потому что сегодня вторник и фаертак. Сегодня праздник. В Германии день единства, поэтому поздравляем вас с праздником. Немцев поздравляем. Желаем вам всего самого хорошего, хорошего настроения. Всего самого-самого наилучшего. Здоровья. Всего самого хорошего. Мы приехали заранее-заранее, еще 4 часа 20 минут. Но мы переживали, потому что да. Мало ли, автобусы вообще очень редко ходят. Мы переживали. Настояние хорошее, немножко волнительное, но это нормально, я думаю, это для всех будет приездкой. Как-то так. Сейчас с Настей тут немножко посидим на улице. Будем сходить внутрь, потому что мы как-то будем делать фри. Учимся, покажем вам и пообщаемся. Кстати, что я хотела показать. Вот мы же приобрели такую Насте сумку вручную кладь. Она маленькая. На видео кажется, кстати, что она такая. Нет, это 30-40. Такая прям не маленькая. На самом деле она маленькая. За 25 евро. А вот эта вот моя, я думаю, вы ее уже неоднократно видели. Она там что-то на мокрое пустая? Да нет. Она такая крупненькая. Я, честно говоря, даже не знаю, подойдет она вручную кладь или нет. Надеюсь, что да. Потому что не хочется доплачивать. И даже неизвестно, сколько доплачивать. В общем, как-то так. Мы будем сидеть еще здесь часик на улице. Нам-то мало. Говорят, сходите в Макдональдс. Он тут недалеко. Не-не-не, какой Макдональдс? Не-не-не. В дорогу есть, и тем более Макдональдс точно не варяется. Ну и, в общем, я в жилетке, Настя в кожанке. Сейчас такой ветерок прохладный. Прием. Ну, знаешь, он такой приятный, а можно заболеть и не заметить. В общем, мы сейчас будем здесь сидеть. Будем заходить на регистрацию. Летим мы в Румынию. А с Румынией уже в Черновцы. Насчет бровей не переживайте. Так кто-то писал. Я понимаю, вы первый раз делаете брови. Мы делаем не первый раз брови. Мы делаем не первый раз брови. Мы в Украине всегда ходили к мастеру, делали брови. Я всегда к ной окрашивала. Мне больше нравилось в ной, хоть она ей быстро смывается. Ну, мне к нам больше нравилось. Она как-то мне больше подходила. Вот. И Настя тоже ходила. Я с подружкой там на автобус. Быстренько там. Ага. Надо брови сделать. Но ламинирование, да. Я сделала первый раз. Я никогда не делала ламинирование бровей. А она раньше не была в моде, а сейчас все ламинирование, ресницы. Раньше, да. Раньше я на рельсу делала, красила. Кстати, раньше вообще аккуратненько делала. Не знаю, как слышно, то шеветь. Но, во-первых, у меня проблема с бровями. Почему? Еще раз напомню другим зрителям. Мне когда-то в детстве моя сестра была, ну, подростка была, а я маленькая была. Она мне предложила, говорит, сейчас тебе оформим брови. Оформила так, что вот здесь. Как в салоне, да? Да, как в салоне. Непрофессионально, можно так сказать. Ну, да. И теперь проблема. И я до сегодняшнего дня говорю, вспоминаю. Я говорю, спасибо, сестра, что ты мне такие брови сделала. Что реально. Она говорит, ну, а что это всех так с детства бывает, что кто-то там себе, знаете, станет перед зеркалом. В детстве повыделывается, а я хочу накрасить, как у мамы. Там я хочу быть похожей на сестру, на кого-то. Там на актрису, не знаю. Такое же всех бывает, мне кажется. Ну, большинство, как-то. Поэтому ничего страшного. В наше время можно это исправить. Да, мы знаем, что нам сделали неудачно брови. И не обязательно было писать столько всего. Ну, да ладно. В общем, все, будем ждать, потом уже включимся. И забыла еще сказать, что неужели, если кто-то смотрит наше видео давно, и кто-то написал, что мы делаем первый раз брови из этих людей, неужели никто не видел, как мы много раз говорим, что Настя сама делает брови, себе и мне. Я делаю их редко, а Настя делает часто, ну, именно окрашивание. Коррекцию-то понятно, само собой, а вот окрашивание Настя делает себе очень часто. Ну, мне периодически. Поэтому, ну, такое тоже, ну, как придумаете, ну, реально. Вообще. А, ладно. Все, ладно. Все, мы прошли регистрацию. Все, ребята, зашли мы, значит. Идите, ты. Да. Смотрите, вот такие цены. Так, это алкогольные напитки. Я не знаю, у меня камера хоть нормально снимает или нет. Пойдемте дальше. Так, ну, а духов хочется заметила. Очень много. Можно выбрать. Ну, цены, как сказать. Я почему-то думала, что еще дороже будет. Вот, конфеты. Да, наборы какие-то. Ну, в принципе, да, оно стоит где-то 2 евро. Те же жилейки. Я думала, что это будет, там, если стоит 1 евро, то я думала, что здесь будет около уже 20 евро. Ну, я бы не сказала, что прям дурно. Сейчас мне в комментариях напишут. Не, ну, именно, да. Так, все вам еще показать. Смотрите, даже игрушки можете выбрать. Ребенку в дорогу, чтобы не было скучно. Ну, как-то так. Большой такой магазинчик. Вот такие наборчики. Хороший напиток. Что? Как говорю, хороший напиток. Большой такой. Ну, оно большое, кстати. 1 литр. Ого. Это недорого. Ну, в принципе, да. Не, ну, может, кому-то интересно, тогда плоднее алкоголя, там, если вы хотите привезти своим родственникам, друзьям, знакомым, приезжайте. Пожалуйста, пусть, конечно, пожалуйста. Выбирайте, можете даже, я говорю, даже есть скидки. Ну, как бы, вот, все, что я показывала. Много-много алкоголя. Что-что, но я заметила алкоголь. Всегда алкоголь. Да, востребован, видимо. Какой угодно. Ну, цену, я же говорю, вот, та же водка, Абсолют, она 17,90. Но это, по ходу, литр, если не ошибаюсь. 1 литр, да. А тут 500 миллилитров, 14,90. Просто, в принципе, она так и стоит в киосках, да, допустим, ну, не знаю, мы ей покупали, конечно, такое, но я знаю, что в киосках обычно так и стоит. Где-то, в принципе, так у нас стоит. А вот, вот эта штука прикольная. За проволоку, что хочешь? Хочу показать вам цены, но действительно, ну, очень дешево. И в Дьюти Фри продается только оригинал. Только оригинал парфюма. Вообще классные цены. Да? В этой фирме очень хорошие есть женские духи, такие тухи и сладкие, да. Не женские, да, они стоят 60 евро. Но когда-то пробовала такой вкус жуточки, они сладкие, такие прикольные, с клубника от меня. Вообще такие прикольные. Ну, увы, я не могу себе посмотреть. Вот такие, значит, вот тухи у нас разные. Это понимаю, хотя нет, это не скидка. Это не скидка. Келлинглян. Кстати, запах у него вообще не держится и на в этих духах. Вообще никак не держится. Запах приятный, но он недолго держится. Много-много парфюма, как вы можете видеть, и много-много разговора. Я нашла парфюмы, которые, мне кажется, здесь и стойкий запах обычно куча. Но, кстати, мало выбиралось такого. Но при этом это все оригинал. Оригинал. Косметика, конечно же, если вы хотите. Вот такие цены. Вот, я думаю, вам все видно. Что вы хотите за ваши виндов? Цены на воду. Ну, на колу, на 4,25, 4,75, 4,25. Да, дорого, однако дорого. Да? Ой, одной рукой держу телефон. В общем, у нас задерживают здесь на 40 минут. Купили жвачку мятную. Такое. У нас все говорит, давай купим воду. Я говорю, нет. Давай не будем. Пить очень. Пить? Вон люди пьют не воду. Всякие алкогольные. Ну, они все-таки покупают и блюда свободно. В общем, уже еще плюс 5 минут добавили. Жарко очень. Сними нас, ты, Кожан, кутишок. Сейчас сниму. В общем, я села у окна. Свободно оказалось. В общем, у меня место посередине. А Наста сидит вообще отдельно. А здесь рядом со мной сидела мама с маленьким ребенком. И он очень часто плакал. Громко плакал. Поэтому я буду записывать здесь свой голос. Мне очень повезло все-таки сесть у окна. Лицезреть эту всю красоту невероятную. Правда, кстати говоря, быстро уставали глаза от яркого света. Неимоверно красиво. Вообще просто нет слов. Красота. Насте, к сожалению, не повезло сесть у окна. Она уступила свое место паре. Села с краю. А так она должна была сидеть посередине. Но она не видела вообще близко такого, что видела я. Я ей показываю видео. Она говорит, как красиво. Ну, правда, очень было красиво. Напишите в комментариях, нравится ли вам летать. Боитесь ли вы полетов. И нравится ли вам сидеть у окошка. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...